всем привет сегодня я буду рассказывать о том как начать программировать на джаваскрипт это очень простой и интересный язык программирования он используется во фронтенде он используется в тестировании и получает большую большую популярность у него очень большая популярность хорошо давайте начнем с того где вообще брать материалы на джаваскрипт мы сделали для своих студентов сервис называется local coding и внутри когда вы зарегистрируетесь в разделе курсов начинаете проходить джаваскрипт синтакс вот тут много много разных интересных уроков моя задача на сегодняшнем занятии вам показать самые самые базовые вещи то есть вот несколько несколько тем из 2 секция про про переменные обсудить и на этом занятии вы увидите насколько это все просто и интересно погнали так переменная что такое переменные переменные это можно воспринимать переменные какое-то хранилище хранилище каких-то временных временных данных например это может быть вот в реальной в реальной жизни это может быть просто какая-то коробка да то есть в реальной жизни это может какая-то коробка в которую вы вы храните что-то на то есть кто в которой вы хранить что-то и когда вы переезжаете с одного места на другое то высотой коробкой вы можете ее перевозить с собой это очень очень удобно хранить вещи каких-то контейнерах чем просто по карманам это все все в карманах не раз не разместим и не перевезем начнем мы с с переменных как объявить переменную я покажу пару пару примеров примеров про переменную но перед тем как перейти к переменам мы должны выполнить сами несколько простых упражнений кстати ребята откройте сайт называется gsbin.com gsbin.com вот я скидываю его в наш канал если не получается что-то то говорить кто нас там козет кто нас вместо так это наташа да вместо эльдара лиза то есть открывайте и вообще все кто сейчас будет смотреть нас и смотрите открываем сайт gsbin.com справа вверху может быть занимать пол экрана большой баннер закрывать будет крестик если нажать два раза вот в этой области если вот в этой области нажать два раза то появится нумерация строк нумерация строк мы вы ее не ставьте сами она сама она сама появится и напишем нашу первую команду консоль . log скобочки и внутри скобочек мы напишем hello hello gs и если вы все сделали правильно нажимаете run в консоли в правой части должно появиться джесс а кстати сверху оставьте включенными только джава скрипте консоль вот если что-то не получается просто включайте микрофон и говорить вот справа включаете сверху часть джава скрипт консоль справа нажимаете на кнопку run и появляется эта надпись каждый раз когда вы будете нажимать на кнопку run этот код будет исполняться и вы будете видеть его результат в консоли если вы нажмете clear то консоль очистится и вы можете потом продолжать продолжать дальше цель кто только-только присоединился к нам пожалуйста заходите на сайт джейсбин точка ком и пишите но повторяйте повторяйте код код за мной конце лог конце лог это функция которая выводит что-то в консоль просто просто пишет это в консоль здесь я использую одинарные кавычки вы можете использовать одинарные можете использовать двойные но для чистоты эксперимента пожалуйста повторяйте за 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 мной готова это это первая наша первая наша небольшая программка она она работает вместо hello jess здесь можно писать какие-то математические вещи 2 плюс 5 если вы нажмете run то увидите результат сложения двойки и пятерки вот появилась семерка все очень просто правда это плюс вот этот знак называется минус наверное вы помните еще со школы от двойки отнимаем пятерки от пятерку получаем минус 3 есть еще знак умножить знак умножить пишется вот так звездочкой звездочка находится на цифре 8 shift 8 и теперь вы увидите результат умножения двойки на пятерку также у нас есть знак деления вот такой вот слэш именно вот в эту сторону и мы получаем 0,4 я думаю я предполагаю что у вас получается если мне получается то дайте знать или скажите что у вас что у вас не получается потому что обязательно нужно повторять когда вы повторяете за за мной то то вы учитесь когда когда вы просто смотрите то в этом в этом нет эффективного обучения хорошо вот так вот так вот так мы пишем деление есть еще одна операция вот такая посмотрите 2 умножить умножить 1 2 умножить умножить так вот 4 меняю на больше видите то есть умножаю больше ставлю 6 ставлю 7 ставлю 8 ставлю 9 да вот так то есть что забыл написать девятку и получил ошибку да то есть вот так на что это похоже кто кто догадался ребят на что это похоже ошибка ошибка да я ошибку же исправил я ее исправил потому что я забыл написать вот этот вот вот это оператор что он вот такой знак процент смотрите я пишу 10 знак процента но это не процент сразу это не процент если 10 я получаю 0 если я пишу здесь 3 то я получаю 1 если я пишу здесь 4 я получаю 2 если я пишу 5 я получаю 0 на что это похоже остаток отделение да это остаток отделение прекрасно мы получаем остаток отделения если я напишу 7 остаток отделения десятки на семерку будет 3 то есть в десятку получается целая одна семерка и остается еще не распределенные не распределенная тройка вот это остаток отделения хорошо хорошо это мы это мы сделали у меня сегодня такой с вами небольшой очень очень поверхностный урок для того чтобы объяснить вам самые самые основы и вы смогли это попрактиковать а потом чтобы вы начали проходить курс челоскрипт синтакс на локал кодинг теперь 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 давайте вот здесь на первой строке я могу сделать несколько пустых строк вы тоже так же можете сделать я напишу лет нейм равняется пейси в конце логи я напишу нейм вот так повторите повторите вот такую операцию на первой строке я создаю переменную я создаю переменную и называемые если себе представить это в виде предметов реального мира то вот у нас есть какая-то коробка так то вот у нас есть какая-то коробка и на этой коробке я напишу нейм вот так а внутрь этой коробки я уже помещу что-то то есть я помещу вот этот паз пас я помещаю внутрь этой коробки а на коробке написано нейм мы можем сделать еще другие коробочки внутри которых мы можем записать все что угодно все что угодно эти коробочки называются переменными либо по-английски variable variable переменная получается ребята нет ладно будем считать что получается в этой переменной находится находится текст эти в этой переменной находится текст отличительная особенность текста в том что он взят в кавычки видите видите кавычки я взял кусок текста в кавычки и теперь это называется стринг строка строка текст стринг это слова синонимы это строка это строка потому что у него вокруг их кавычки есть кавычки если внутри а вот если внутри конце лога я пишу нейм видите просто нейм без кавычек без ничего то я обращаюсь к переменной нейм а вот так и в этом случае я получу то что находится внутри этой переменной если я это вот то что внутри конце лога возьму в кавычки то это станет текстом и я не буду обращаться к переменной чувствуете разницу то есть в кавычках и без кавычек если это без кавычек то я обращаюсь к переменной пытаюсь найти эти найти эту переменную если с кавычками то это просто текст ему и внутри этого текста может быть написано все что угодно понятно ребят есть вопросы по этому так читаю читаю в чате да пишу да хорошо значит понятно следующая вещь давайте я вам создаем еще одну переменную let age равняется чему-то видите разницу это число вокруг числа нет кавычек вокруг числа нет кавычек вокруг текста есть кавычки я тут поставил точку запятой и по правилам хорошего тона мы ставим точки запятой в конце каждого предложения в конце каждой инструкции но джаваскрипт может и будет работать даже если вы не поставите точку запятой никаких проблем у вас не возникнет от того что нет точки запятой поэтому вы можете писать как вам нравится хоть с точками запятой хоть без точек запятой все равно есть инструменты которые которые помогут вам поставить эту точку запятой я вам сейчас покажу покажу пример посмотрите вот у меня есть какой-то код да я вот взял там забыл поставить точки запятой во многих местах во многих местах у нас есть средства форматирования допустим когда файл сохраняется то он проходится и исправляет все какие-то такие мелочи по по коду и исправляет и форматирование если вдруг где-то будет неправильно написано вот так видите то есть где-то лишние пробелы где-то нет точек точек запятой я нажимаю волшебную комбинацию клавиш и оно все потом ставится на свои места поэтому когда мы пишем обычный вот такой код то можно даже не переживать про поводу точек запятой есть уже инструменты которые помогут нам потом правильно расставить точки запятой но если вы их поставите слишком если вы их не поставите ничего страшного не случится но если вы их поставите много больше чем надо даже вашей очень умной программе по редактированию кода то это не будет не будет как-то вам помогать да он их может убрать но лучше лучше не доставить чем переставить хорошо вот в name находится строка в age находится число да мы их записали и мы можем сделать еще одну консоль да вот я сделаю еще один консоль лог и внутри него напишу age очищаю я вижу pass 123 видите pass 123 есть есть да ставим я могу могу ставить могу не ставить вы тоже как хотите хотите ставьте хотите не ставьте на ваше усмотрение я за то чтобы учиться ставить эти точки запятой ну на сегодняшнем занятии это не принципиально идем идем идемте сюда теперь теперь что нам нужно сделать теперь нам нужно а теперь я вам покажу как мы можем как мы можем значение переменной передавать в другую переменную вот у меня есть две переменные let name и age сделать еще одну переменную с именем name так нельзя так нельзя я могу попробовать так написать но это неправильно я уже один раз объявил эту переменную и второй раз создавать переменную с таким же именем я не могу но я могу изменить значение переменной name просто написать name равняется допустим js курс да и запускаю у меня теперь видно js курс 1 2 3 почему так происходит ну что программа выполняется сверху вниз то есть по строчкам первая строка вторая строка третья четвертая пятая шестая седьмая восьмая если на строке ничего нет если она пустая то там ничего не выполняется просто просто пропускается компьютер на это не тратит ничего не переживайте за то что там будут какие-то пустые строки пустые строки в коде ставятся для того чтобы было легче читать вот такой кусок и вот такой кусок читается лучше даже если вы посмотрите на посмотрите на пример какого-то кода который мы сегодня писали с нашими студентами то внутри него есть отступы видите между между разными блоками и даже не понимая что в них происходит то их это все удобно читать и удобно на это смотреть чем есть это все было бы скомкано и между между кодом не было бы пространство не было такого воздуха вот поэтому я и здесь тоже использую пустые пустые линии отступов только для того чтобы легче было читать на четвертой строке я не создаю новую переменную на четвертой строке я просто изменяю значение этой перемены я изменяю и назначаю новое значение сколько раз это можно сделать да сколько угодно давайте вот здесь я также напишу name равняется допустим frontend frontend вот так и на одиннадцатой строке я вместо age выведу опять name посмотрите посмотрите как все работает на первой строке я создаю переменную name назначаю туда значение pass на второй строке я создаю новую переменную age назначаю туда значение 123 да потом на четвертой я не создаю новую переменную но я изменяю значение переменной внутри если себе представлять вот в виде наших коробок как мы это как я это уже делал вот если у нас есть какая-то коробка то внутрь нее мы сначала записали одно значение потом вот в этом действии да то есть вот этим действиям записал одно значение когда я делаю это действие я предыдущее значение удаляю и записать записывать нам новое значение после этого на шестое строке я читаю это значение и показываю его в консоль и вот она в консоли будет выглядеть примерно так на восьмой строке Я опять уничтожаю то, что было там, и записываю туда новое значение. И после этого опять его вывожу в консоль. Что это нам дает? Это нам дает возможность увидеть несколько значений. Мы значение pass даже не видим, потому что мы его не вывели в консоль. То есть мы действуем все согласно инструкциям, сверху вниз. Вот как идет код сверху вниз, точно так же он и выполняется. То есть он не будет прыгать с одного места на второе, третье, потому что как-то вам показалось, что так будет удобно. Он будет выполняться сверху вниз. Хорошо. Вопросы есть, ребята? Вопросы есть по этому? Да, Виктор, вот вопрос, когда в 10-й строке, ну, допустим, ты пишешь консоль влог в скобках name, ты обязательно надо отступать? Нет. Нет? Нет, не обязательно. Но я это делаю для того, чтобы вы видели вот такую обертку и вот внутренность. Нет, вообще нет. По правилам или... Нет, не по правилам. Смотри, вот если я хочу, допустим, как я пишу код, да, вот смотри, вот у меня есть консоль влог. У меня даже вот тут есть консоль влог и ниша вэлиус. Это пример уже в редакторе, как мы это делаем по-взрослому. Видишь, написано консоль влог, тут есть скобочки, и тут нет отступов. Если я поставлю здесь отступы, просто типа там поставил, а потом проведу автоформатирование, то он уберет. Нет такого, что это какие-то правила, не правила. Есть правила настройки редактора. Есть правила настройки редактора и правила работы в проекте. Мы можем сказать на уровне проекта, на уровне проекта этого, что мы не ставим точки с запятой. Мы не ставим точки с запятой. И нигде точки, и этот наш инструмент автоформатирования, он уберет все точки запятой. Спасибо. Я добавляю здесь пробел только для того, чтобы вы видели саму функцию console.log и то, что мы передаем внутрь. Хорошо. Теперь, если вы успеваете повторять, хорошо. Если вы не успеваете повторять, не переживайте, у вас будет запись, вы сможете повторить это по запись. Теперь, когда у нас есть что-то внутри, то есть мы создали одну переменную, другую, age. Видите, age мы никак нигде не используем. Если она нам не нужна, эта переменная, то ее лучше удалить, потому что мы нигде ее не используем. Неиспользуемые переменные, неиспользуемый код надо убирать. Примерно он воспринимается как мусор. Неиспользуемый код, если мы таки думаем, ну, неизвестно, буду я его сейчас использовать или не буду использовать, его можно закомментировать. То есть вот так вот, просто выключить. Просто выключить. Два слыша, и этот код, он исполняться не будет. Вы, наверное, видели в каком-то из примеров, вот здесь часть инструкции, они закомментированы. Закомментированные, то есть исключены из выполнения. Они выполняться не будут. Они выполняться не будут. Может, они по-разному выглядят, но два слыша говорят, что эта строка, она исполняться не будет. Смотри, если я исключу четвертую строку, то что я получу, какие записи я получу здесь в консоли? Кто готов мне сказать? Что я вижу в консоли? Ну-ка, нажму сюда. Ну, там будет сколько записей? Будет две записи. Давай спросим Наталью Жданович. Я думаю, что будет одна записи. Во-первых, консоль lockname, после того, как закомментировали JS-курс, оно должно вывести ошибку, а нет, должно вывести паз. А потом name присвоили front-end-курс и выведет две записи, значит, паз и front-end-курс. Да, все правильно. Я думаю. Он бы вывел ошибку, мы получим вот в случае, ну, вот в таком случае, когда мы создаем какую-то переменную, потом ее используем, и он ее не находит. Либо, когда сделана ошибка имени переменной, то есть я написал name с большой буквы. В этом случае он мне скажет, типа, name is not defined, потому что переменная name существует, но она пишется не так, а регистр имеет значение. Если он написан большими буквами, если он написан маленькими буквами, это все имеет значение. Дело в том, что у меня выводит почему-то ошибку, вот все правильно написано, но выводит паз, и потом почему-то не выводит front-end-курс. Можешь скопировать весь код отсюда и напиши его в чат. У меня все написано так. А, все правильно, у меня ошибка. Не name, а age стояла старая. Теперь все понятно. Все, я на слайде меняюсь. Если у вас, как мы можем понимать, что происходит, если вдруг что-то пошло не так? Наличие текста ошибки, это очень хорошо, это очень сильно помогает. Если бы его не было и просто не работало, то разработчикам было бы значительно-значительно сложнее отлаживать программу. Потому что в коде ошибки есть подсказка. Он нам говорит, name is not defined. И я уже думаю так, а где у меня name? Вот, нашел name. Он говорит, name is not defined. Я еще иду вверх, смотрю, действительно, у меня нет name, но есть вот этот name. Значит, мне нужно этот name исправить на этот. В этом случае уже не будет никакой ошибки. Круто. Это получилось. Что я вам сейчас рассказывал? Я вам сейчас рассказывал вот часть вот этой лекции и часть вот этой лекции, что такое переменная. Я вам очень рекомендую зарегистрироваться на сайте localcoding.us. На нем вы сможете попрактиковаться и сразу же идти. Как это работает? Я вам сейчас покажу. Когда вы начнете по нему заниматься, там будут разные примеры, картинки, обязательно картинки, колбочки, вот такие колбочки с описанием того, что происходит. Точнее, это задачки, это маленькие задачки. И их нужно будет писать. То есть создайте переменную с именем salary, используйте ключевое слово const, присвоите ей значение no. То есть я пишу const. Ну, const – это еще одно ключевое слово. Мы до этого писали let, но можно также писать const. Потом пишу salary, равняется, и присвоите ей значение no. No. В этом коде, кстати, мы просим писать точку запятой. Он говорит, отлично, все готово. Нажимаем submit и переходим на следующую задачу. Вот, следующую. Присвоите переменное значение 10. Создайте переменную a, с чем словом, присвоите значение, напишите команду. То есть мы сразу говорим, что нужно написать. То есть let a равняется 10 точкой запятой. Просто сразу же мы тренируем участника. Вот так оно работает. Очень просто. Понятно, да? Теперь, что нужно? А, и тут еще есть видео, которое я записывал тоже. Тут я рассказываю тоже и про коробочки, и про области памяти, и про всякие там стрелочками. Все это показываю, что куда переходит и так дальше. И большими буквами, большими цифрами все рассказываю, показываю. Поэтому, если вам то, что я вам рассказал, понятно и интересно, то продолжайте уже здесь. Этот курс мы сделали совместно со студентами. Со студентами, преподавателями, наставниками. И тут очень много всего интересного есть. Так что очень вам рекомендую с ним позаниматься на этом курсе. Все. Вот это все, что я вам хотел сегодня рассказать. готов ответить на несколько вопросов. Отлично. Хорошо. Тогда, если вопросов нет, я понял, тогда задавайте вопросы уже по ходу. То есть вы можете, начинаете проходить этот курс. Мы начинаем, мы начинаем курс с преподавателем. То есть я буду вести занятия по JavaScript-синтаксису и также потом по второй части. Там уже интересные задачи. Там мы делаем разные задачи, разные прикладные примеры. Вчера, кстати, мы с ребятами начали делать игру. Называется Option Game. То есть когда вы там можете, вам текстом говорится, что происходит, и вы выбираете. Одно или другое. И в зависимости от этого уже меняется сюжет. Тоже интересно получается, ну, как для отработки навыков. Да. Здесь мы просто изучаем основы. Они нужны нам в любом случае. То есть куда бы вы ни шли, что во Frontend, что в QA, что куда-нибудь еще. Это все вам пригодится. Поэтому начинайте проходить JavaScript-синтакс. Кстати, эти знания вам пригодятся, даже если вы будете потом учить другой язык программирования, так как они сильно пересекаются. Все. У меня на этом все. Мы с вами увидимся уже на наших следующих вебинарах и на основных занятиях. Мы начинаем курс по Frontend и мы начинаем курс по QA вот скоро, то есть через неделю. Поэтому, если кому интересно, подключайтесь, учитесь, получайте новую специальность. Виктор, можно вопрос? Давай, давай. Вот сейчас, 7 сентября, да начинается новый курс. Да. А до 7, получается, я должна закончить весь этот JavaScript-синтакс? Ну, нет, ты не обязана его закончить. Ты можешь его начать, чтобы ты себя чувствовал лучше. И когда я буду вам рассказывать лекции, да, чтобы ты понимал, типа, ага, это я понимаю, это я понимаю русский. Повторение, повторение, это не значит, что повторение помогает в запоминании и повторение помогает увидеть, услышать какие-то вещи, которые вроде бы казались понятными, но как-то вот ускользнули. Есть много разных нюансов и при повторении ты их начинаешь лучше понимать и видеть вообще. А лекции будешь ты сам вести? Какие-то лекции веду я, какие-то лекции ведут другие преподаватели. Да, мы добавляем преподавателей, так что, да, нет, не я веду все лекции. Есть преподаватели, которые ведут свои лекции отлично, и у меня нет такого, что только я один знаю, как надо правильно. И в то же самое время просто как бы будут меняться преподаватели. Преподаватели, ну, каждый преподаватель ведет свой курс. Кто-то... В одно и то же время будет это все как бы регулярно или будут меняться дни, например, время? Ну, вот расписание, вот если посмотреть, расписание, да, исключить от моей личной, то есть вот еще какие-то детские занятия, вот, это расписание, это расписание групп. Оно и может быть идти внахлест, оно может быть идти параллельно какие-то занятия. То есть есть какие-то индивидуальные, то есть вот сейчас отключил индивидуальные занятия, вот это, вот так выглядит группа. То есть если еще Python отключить, то вот, да, вот примерно так мы живем. То есть если это Eastern Time, это в 8 часов начинается вечером занятие? Ну вот, да, Eastern Time. У нас еще есть утренние встречи, тут у нас еще есть утренние встречи, но это больше для тех, кто уже в проекте. Оно вам пока не нужно. Понятно, хорошо. Но еще есть 10, да? Или это... 10? Ну, это какие-то... Видишь, написано additional class. А, дополнительно. Хорошо, спасибо. Да, то есть дополнительные классы, поэтому на них тоже рекомендуется ходить, потому что там есть и практика, там есть и дополнительные задания, обсуждения. На все классы рекомендуется ходить. То есть нет такого уж типа там для умных, а там для остающих. Хорошо, ребята, тогда все. Увидимся с вами уже на снятии. Записывайтесь, пишите. Маше, Лили, Марине, Даше. То есть все они вас проведут, все вам расскажут, что и как делать, ответят уже на вопрос. Все, всем пока. Увидимся. Спасибо. Спасибо.